Всем добрый день! Я рада видеть вас на этой встрече, как раз таки, как и написано у меня на этом первом слайде. Сегодня у нас очень интересные такие моменты. Во-первых, хочу организовать нас немного. Ориентировочно нам понадобится полтора часа. Может быть быстрее, может быть дольше, все в зависимости от того, как мы будем с вами работать. Все вопросы предлагаю задать ближе к концу. И, конечно же, предлагаю уважительное отношение друг к другу, так как многие друг друга не знают, видят впервые. Это тоже важно. Позитивная и дружеская атмосфера тоже приветствуется. В принципе, я стараюсь на всех своих проектах именно ее и создавать. Чтобы людям было комфортно, чтобы люди могли общаться друг с другом легко, раскрываться друг к другу. То же самое очень хочется перенести и в рамках именно этого вебинара тоже. Немного расскажу о себе, потому что знаю, что на этом вебинаре могут быть люди, которые знают меня, так и могут быть люди, которые, в принципе, впервые пришли. Меня зовут Семенова Эльвира. Я любящая жена, мама, мама двоих дочерей и дочь. У меня два высших образования. Первое – это педагогическая специальность. Я педагог. А второе – это спортивный тренер. Это уже, знаете, как говорят, первое образование для родителей, а второе образование для души. Вот как-то так и у меня получилось. Я профессиональный тренер по спорту, по фитнесу и по танцам, полдэнс, танцы на пилоне. Стаж преподавания у меня в общей сложности 11 лет на данный момент. Я работала и продолжаю сейчас практиковать как в группах, так и в индивидуальных практиках. Судья множества соревнований по акробатике на пилоне. На данный момент я автор трех проектов. Один из них – это тренировки. Это ранние стажки. Мы с группой девушек-мавочек тренируемся в 6 утра. Летом и в хорошее время года – это выезд на природу куда-то. Зимой мы пока зимуем в теплом зале. Это вот в том городе, в котором я живу, в городе Симферополь. Второй проект, который я развиваю – это баланс на шпильках. Сегодня о нем пойдет речь. И третий проект – это партнерство с компанией B.O.C. Я являюсь директором компании B.O.C. Немножко хочу на картинках показать. Все-таки удобнее, когда это видишь наглядно. Это моя семья. Мои две доченьки – Доминика и Милана. Мой муж Роман. Вот такая вот у нас дружная, активная семья. Про партнерство с B.O.C. Это я показываю на примере своих фотографий премии, путешествия от компании, автомобили, чеки. Это все реальности, это все действительно правда, прожитая мной и продолжаемая проживание. Спортивная деятельность. Как видно здесь, да, и тренировки, и мастер-классы, и выступления меня лично на сцене. И вот внизу, видите, там судейство, да, когда мы за столом находимся и судим, ну, скажем так, выставляем баллы выступающим девушкам. Это вот вкратце хотя бы в одном коллаже. Фотографий, конечно, намного больше. И сегодня пойдет речь о моем проекте. Это прямо мое детище, которое называется «Баланс на шпиках». Это мой авторский проект для женщин, для девушек, для меня в том числе. В чем у него, да, основная мысль? Минус килограммы, да, минус 3-4 килограмма каждый месяц. При этом можно шоколад, можно сладкое, можно выпечку. То есть вот в этом у многих идет такой, знаете, разрыв шаблонов. Как это вообще? Ты как бы и килограммы теряешь, да? Но при этом тебе можно шоколад, можно сладкое, можно выпечку. Более 500 женщин уже стали стройнее по этой системе. И это действительно стиль питания без срывов. Ну, я думаю, понятно, да? Что когда у тебя есть доступ к сладкому, зачем срываться? Очень интересная вещь, прям такая женская-женская, прям для нас. Я, ну, скажем так, и опытным путем, и путем проработок разных выяснила, что у меня есть предназначение. Оно вообще у каждого человека есть. Я могу сказать здесь всегда, что лично мое предназначение – это через любовь и заботу о себе проявлять любовь и заботу о людях. Так оно интересно получается. Здесь на слайдах я показываю себя в 20 лет и себя в 32 года. На данный момент мне 35. Выгляжу не хуже, чем на второй моей вот этой фотографии. Итак, «Баланс на шпильках» – это курс для женщин. Ну, у меня, кстати, часто спрашивают, могут ли здесь мужчины, в принципе, быть. Могут при желании, если у них есть желание, да? Это курс о том, как стать стройной легко, без стресса, без срывов, без истерик, голодовок и изнурительных диет. Почему? Вот многие у меня спрашивают, вообще, зачем ты создаешь этот курс, да? Что это вообще тебе дает? Во-первых, у меня есть желание помочь девушкам и женщинам получить устойчивый результат на всю жизнь. Это стимулы для меня, потому что, вы знаете, да, когда на нас никто не смотрит, на нас никто не равняется, мы как-то немного расслабляемся. А для меня это стимул самой оставаться в форме, так как люди равняются на меня, и, естественно, я себя тоже держу в определенных хороших рамках. Я за баланс, во всем без перекосов. В моей жизни перекосов было предостаточно. Могу сказать вам откровенно, и в сторону спорта я очень сильно переваливалась, когда у меня было практически 10 тренировочных часов в день, да, при норме 3 часа в неделю для обычного человека. И переваливалась обратно в полное отсутствие спорта и огромное количество там каких-то мучных и сладких изделий. Теряла свою фигуру напрочь, заплывала, в общем, разное было. И перекосы в сторону работы, да, когда отодвигается все, там, семья на задний план. То есть в моей жизни перекосов было предостаточно. И создать этот курс для меня это в первую очередь такое стремление все-таки поймать этот баланс. И когда мы учим баланс держать, мы и сами его лучше держим. А вообще, если говорить с позиции тренера, у меня есть недовольство большинством существующих систем питания и составления рациона. Почему? Вот многие у меня спрашивают, почему много диет, так много же их разных, да, не работает или дает какие-то временные эффекты? Ну, во-первых, могу сказать, что не учитывается наша женская такая вот физиология, да. Мы женщины, мы девушки, мы не можем находиться в состоянии ограничений, таких постоянных нельзя. Это прям против нашей природы, и это не шутки на самом деле. Мы рождены, чтобы получать удовольствие, на самом деле, вот для того, чтобы мы напитывались, знаете, вот красивая природа, ты на нее посмотрела, напиталась, поделилась со своими детками хорошим настроением. Одела красивое платье, напиталась, да, поделилась со своим мужчиной своим хорошим настроением. Поела вкусный тортик, опять наполнилась, опять поделилась. Если мы не будем наполняться, то мы превращаемся в таких, знаете, склочных старух, мягко говоря. Поэтому это против нашей природы, это против природы, и я буду об этом говорить постоянно. Еще очень часто в разных диетах их перекосы. То в сторону мяса, то в сторону фруктов, то давайте уберем каши. Нет, давайте будем только на кашах сидеть. А давайте сегодня поедем только кефир. Ну, понимаете, да, о чем я? И, конечно, радости не так много остается. Скорее, какая-то кабала, обязаловка и так далее. Я вот девушку такую на картинке прикрепила, чтобы было видно, что ей не радость. Так, для тех, кто сейчас онлайн, какие способы стать стройной лично вы встречали? Напишите мне в чат, будет интересно очень почитать. Я лично насчитала, ну, около восьми способов стать стройной. Девушки по-разному, и так, и это. Да и я, в принципе, сама в том числе пробовала разные способы подкрепить свою стройность или ее, например, удержать. Напишите в чат, и вот, что пробовали вы? Какие способы пробовали вы? Что угодно. Вот что приходит первое в голову? Я прям подожду. Мне интересно. Заодно проверим связь. Отлично, вижу. Хорошо. Очень много, кстати, совпадает с тем, что у меня здесь есть. Ну, во-первых, первый способ стать стройной, который лично я на себе очень долго испытывала, спорт, да, ну, многие, когда хотят стройнеть, они бросаются заниматься спортом. Ничего плохого не вижу, но некоторые нюансы я в этом расскажу. Голодание. Да, давайте-ка вообще не будем есть. Да, есть такая позиция у девушек. Что-то я вчера много поела, сегодня не поем ничего. Питание по дюкану. Это когда много белка, там, различного. Считать калории. Вот сегодня в чате девушки спрашивали насчет того, а как же правильно их считать, не считать, изрешивать. У фрукторианства есть такой способ, да, там, удариться во фрукты, и ничего, кроме фруктов, в принципе-то не есть. Кето-диета, тоже расскажу подробнее о ней сейчас. Таблетки разные для снижения аппетита или, там, для очищения быстрого, да, организма. Чаи. Низкоуглеводная диета. Низкоуглеводная разгрузочные дни. Это вот то, что лично я за свою практику насчитала. Я думаю, что через несколько, некоторое время я еще прибавлю какие-то интересные тут наработки. Давайте разберемся пошагово. Почему каждый из этих способов, ну, скажем так, не совсем балан. И он нас немножко перекашивает в ту или иную сторону. Ну, во-первых, спорт. Сначала наш организм реально легко и быстро худеет. Практически каждая девушка, которая приходила или ко мне на тренировку, или вообще на тренировку, она замечает, что у нее за месяц, за два идет вот, она теряет, теряет объемы, теряет килограммы, она стройнеет, и это классно. Но потом происходит стоп. Вот она дальше тренируется, а больше не уходит. А она, например, пришла не за минус двумя килограммами, а ей хочется десять забросить. Ну, к примеру. Что делать? Получается, что, чтобы сбросить еще пару килограмм, ей надо еще сильнее нагружать себя. То есть плюс, например, полчаса кардио, или взять какие-нибудь там по два килограмма гантельки с ними, хорошенечко поработать. В общем, приходится увеличивать нагрузку. Отлично. Она увеличила нагрузку, она потеряла еще пару килограмм, и опять стоп. Что теперь делать? Еще пару часов прибавить в тренировочке. Или более изнурительную какую-нибудь безнагрузку взять. Все хорошо, но в какой-то момент наступает спрос, откровенная усталость от того, что ты как бы нагнетаешь все больше и больше нагрузки, и при этом меньше остается энергии на радость. А мы вернемся обратно к тому, что девушка, все-таки или женщина, она для радости создана. Спорт. Бег корректировки питания – это постоянный бег по кругу. Я вам могу сказать точно, вот на собственном опыте, так как я по этому кругу очень интенсивно бежала на протяжении 10 лет. Питание приносит 80% результата, а спорт – лишь 20%. И это не секрет. Это действительно так. Голодание. Организм находится в состоянии стресса. Я думаю, для вас не секрет, да, на самом деле, что стресс организму, ну, не так-то уж и хорошо приносит. Как только голодание прекращается, все, что попадает в ваш организм, начинает запасаться на черный день. Мы как бы сначала худеем от того, что мы стали меньше есть, но после окончания голодовки выполняем еще больше. Этот эффект называется по-разному, в разных источниках, но смысл у него один и тот же. Голодание, кстати, вообще, я стараюсь с ними очень осторожно быть. Питание по дюкану. Белковая диета называется еще. Я, в принципе, долгое время к этой диете и так, и этак старалась как-то, знаете, вот, что ли, сродниться с ней. Хотела ее понять, почему огромное количество спортсменов, да, на ней сидят, огромное количество тренеров ее постоянно назначают. Ну, как бы, вроде она хорошая, но при этом я понимаю, что у белковой диеты есть обратная сторона. Очень сильно закисляется организм, очень сильно закисляется организм. Когда мы съедаем, да, вы знаете, что в белковой диете это или там яичко постоянно к еде прибавляешь с утра, мясо все время, рыба все время, протеин некоторые добавляют, да. Это все надо перерабатывать. Организм устает, потому что это тяжелая пища. Много энергии уходит на постоянное переваривание этого всего, огромного количества белка. Вес уходит действительно хорошо. Тем более, когда вы спортом занимаетесь, появляется еще и мышечный рельеф. Это бесспорно. Но вот обратная сторона ухудшается, во-первых, цвет лица очень сильно. Я не понаслышке вижу и знаю тех девушек, которые сидят на белковой диете, и у них постепенно сиреет, знаете, вот лицо такое становится. Ну, как бы не очень здорового цвета. Появляются проблемы с кишечником. Тоже не секрет, потому что такое количество белка переваривать, нужно большое количество клетчатки. То есть надо огромное количество зелени, овощей есть, чтобы это все вывелось. И очень важный момент, о котором многие умалчивают. Когда мы едим много белка, делаем в его сторону явный перекос, организм закисляется. Ну, вы же понимаете, что в кислой среде бактерии всегда хотят поселиться, чтобы там жить. Наш организм понимает, я не хочу быть рассадником этой бактерии. Я не хочу, чтобы ко мне какой-то там грибок заселился или вирус. Пожалуй, мне надо эту кислую среду ощелочить. И что он делает? Он на автомате жертвует из нашего организма кальций, магний, калий. И берет его из наших резервов, из наших костей. То есть кости со временем становятся более, такими, знаете, пористыми, ломкими. Зубы. Да, вот почему у девушки очень многие удивляются. Говорят, ну я же ем творог, я его каждый день ем. А зубы все хуже и хуже. И сладкое я, кстати, не ем. У наследственность у меня хорошая. Так вот, как раз таки оно с этим связано, что она ест белок, казалось бы, думает, что будет укреплять, а происходит абсолютно обратный процесс. Следствие очень нехорошее. Повышается порость, пористость костей, и они становятся ломкими. Вы знаете, да, вот у женщин с возрастом есть такая неприятная болезнь, травма, когда могут просто поломаться кости на ровном месте, кости таза, например, лопнуть. Вот это как раз таки оттуда. Подсчет калорий. Вот очень часто у меня спрашивают, слушай, ну а если считать калории? Нормально же, как бы, мы смотрим, что наша тарелка, например, на 2000 калорий. Многовато, многовато, столько мы не тратим, давай мы 200 уберем. И девушка это делает. Она, например, посчитала, она все взвесила, она ведет себе там списочек где-то на стене и убрала 200 калорий. Походила на 2 килограмма. Стоп. Больше не уходит. Какое следующее действие? Ну, убираем еще 200 калорий. Идем же хорошо. Еще минус 2 килограмма. Опять остановка. И со временем, когда она будет вот так продолжать, она приходит к питанию, например, на 1300 калорий. Ну, к примеру. Это мало. Она уставшая. Она голодная. Она ничего не хочет. Уже, знаете, такая апатия на жизнь. Ее организм, конечно, адаптировался на 1300 калорий. Но она понимает, что она так долго не протянет. Ну, это ж не то состояние для женщины, когда она такая летающая, эйфорийная, все классно. У нее сил нет. Она думает, ладно, верну я себе обратно хотя бы 300 калорий, буду питаться на 1600. Организм привык на 1300. Он просто берет излишек и начинает опять-таки запасать. Ну, как бы он же в стрессе побыл. Он понимает, что от вас можно всего ожидать. Лучше запасусь. Кто считал калории, кстати, поставьте плюсик в чате. Потому что я, честно, тот человек, который и белковую диету прошел, и калории я считала. И я, когда их считала, понимала, что я так... Ладно, я неделю, ну, две, ну, месяц я посчитаю. А что потом? Я просто устану этой математикой заниматься. А как другие? Ладно, я упрямая, да, упорная. Ладно, я математику, в конце концов, закончила. Не зря пять лет училась. А как другие девушки? А когда у тебя семья? Ну, то есть, вот эти моменты меня еще тогда волновали. У меня не было вот этой стряковки. Ну, не складывалось что-то. Ага, вижу. Теперь, фрукторианство, да? Сильный перекос. Когда люди решают только фрукты. Буду я есть только фрукты. Там, у меня есть знакомые, которые вот прям вообще только фрукты едят. Фрукты, влаки и так далее. Сильный перекос. Отсутствие строительного материала для наших мышц. Когда мы едим фрукты, естественно, мышцам питаться практически неоткуда. И эти люди высыхают настолько, что у них прям кожа на кости на тело. Это тоже не самый лучший вариант. Опять-таки, я за баланс. Кето-диета. Такая диета, которую не каждый слышал. Это диета, когда много, большое количество жиров. И это разрешено. То есть, в этой диете считается, что жир – это хорошо. Ну, жир, в принципе, хорошо, если вы правильно почитаете. Но, да, там идет перегруз поджелудочной железы. Потому что тоже тогда совсем огромное количество жирной пищи. Есть и обратная сторона у этой медали. Таблетки и чаи для похудения. Тоже, все у меня, помню, на прошлом вебинаре, когда мы встречались, вспомнили чай «Ласточка». Помните, да? Когда там в нашей бурной юности считалось, что отличный чай, прекрасный, дейший, здоровый. Сейчас постоянно огромное количество компаний. Все предлагают какие-то таблеточки для похудения, какие-то там интересные пилюльки. Я все-таки считаю, что без корректировки в питании, без корректировки в пищевых привычках результата не будет. Ну, не бывает такого, что вы едите, как ели, питаетесь, как питались, а волшебная таблетка вам помогла. Ну, давайте будем честными. Это скорее все-таки коммерческий ход, и мы люди взрослые, мы это должны понимать. Диета. Есть еще такая диета с низким содержанием углеводов. Когда каши считаются прям опасными. Вот эти вот каши, вот ты их много поешь, и все, у тебя вырастут в бока. Перекос. Тоже перекос. Когда углеводы убирают, организму без них сложно, он энергию не может выработать. Потому что от каш, в основном от углеводов, вот такие, да, мы берем энергию для жизни. И при их отсутствии мы испытываем слабость, мы испытываем утомляемость, мы испытываем апатию. Некуда деваться. Разгрузочные дни. Тоже я это проходила, я думаю, каждая девушка проходила. Там на кефирчике имбирем, на столках каких-нибудь, на водичке посижу. Я вам хочу сказать, что это все не разгрузочные дни. На самом деле, у правильных разгрузочных дней есть свои правила, есть свои особенности. На основном курсе я очень грамотно это ввожу и даю хорошие, качественные азы девушкам, чтобы они себе не навредили. Потому что, если уже вы решили разгрузить, да, дать время своему организму очиститься и подышать, делайте это правильно, чтобы он не был в стрессе. Это очень важный момент. И вот многие у меня спрашивают, а на чем же все-таки основывается принцип курса баланс на шпильках? Говорят мне, Эльвец, ты вот, ну все тут перечислила, и мы как бы это многое пробовали. А на чем твой курс основывается? На балансе. Сейчас я об этом вам расскажу. Немножко поговорим о физиологии. Есть такое понятие, которого многие в обычной жизни особо не касаются, но я рекомендую с ним познакомиться сейчас. Понятие, которое называется гликенический индекс. Что-то такое. Это относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови. А простыми словами, вот если простыми, я все люблю очень упрощать. Вы съели какой-то углеводинский продукт, не знаю, кашку съели, хлебушек съели, какой-то салат съели. И как только этот продукт переварился, он позволяет вашей крови подбрасываться уровню сахара. То есть у вас появляется такой вот стройматериал, у вас сахар в крови. И вот один продукт вы съели, у вас больше сахара в крови, другой продукт вы съели, у вас меньше выделяется, появляется сахара в крови. Вот это гликемический индекс. Надеюсь, понятно. Простым таким языком. Если что, сразу пишите. Если понятно, ставьте плюсик в чат. Мне важна обратная связь, мне важно видеть, что хорошо проходит информация. У каждого из нас есть поджелудочная железа. Вот здесь на картинке она выделена красным таким цветом. Можно познакомиться, можно прямо сейчас пощупать, где она находится. Может быть, кто-то даже сталкивался с этими ощущениями, когда тяжесть в поджелудочной железе. Я, когда беременная была, я очень сильно знала, где она у меня находится. Сейчас вопросов с этим нет. А тогда прям организм требовал облегченного питания. Что же происходит, когда мы едим? Вот тут прям внимание, очень интересная информация и очень простая. Как только в кровь попала глюкоза. Вот что-то скушали, расщепилось, попала глюкоза в кровь. Тут же вот эта поджелудочная железа. Сейчас верните обратно. Вот эта красавица. Она тут же выбрасывает в кровь гормон инсулин. Инсулин. А где вы о нем слышали? Напишите в чате. Очень многие пишут, что про инсулин они слышали, когда слышали о сахарном диабете. То есть как-то, знаете, инсулин, что-то такое страшное, наверное, и только колят его. На самом деле, вот знакомьтесь, инсулин это нормальный, полезный, всем абсолютно нужный гормон. Он есть у каждого человека. Я его называю хозяюшкой. Вот представьте, сейчас абстрагируемся от еды. Представьте, что вы это большой такой замок. Большой замок, у которого есть много дверей, много каких-то у вас там есть кладовок, очень много комнат. И вот, когда вы покушали, появилось огромное количество сахара. Огромное количество сахара в этом замке. В этом замке живет хозяюшка. Она одна, у нее огромное количество ключей от всех ваших дверей. Хозяюшка приходит, смотрит, привалило богатство. Смотрит, говорит, ооо, сколько сахара, пропадать добру нельзя. Что она делает? Она начинает его расфасовывать по углам, чтоб не пропало. И она эту глюкозу отправляет вам и в мышцы, и в печень в виде гликогена. А когда она смотрит, что глюкозы настолько много, что уже в мышцах, в печени достаточно, а пропадать нельзя, ну, чисто женская позиция, пропасть ничего не должно. Она берет ключи и отправляет в жировые запасы. То есть в бока, да, там где там у кого ноги, попа, грудь, слава богу, кому-то тоже достается. Вот такая вот хозяюшка. И это неплохо, и это не очень-то уж хорошо. Давайте сейчас объясню, почему. Когда в крови есть инсулин, он не всегда выбрасывается в таких количествах, но когда в крови есть инсулин, когда эта хозяюшка вышла, и она не отдыхает, а она работает, она распихивает глюкозу по всем местам, организм, во-первых, сопоставит гликоген на стрессовые случаи. Это хорошо, это нужно. Организм, ну, во-первых, инсулин помогает всасываться протеином, то есть там у нас мышцы, да, хорошо строятся, помогает всасываться калию, но при этом блокируется сжигание жира. Знаете, какая интересная вещь? Когда у вас выбрасывается много инсулина, даже если вы в этот момент приседаете или отжимаетесь, у вас блокируется сжигание жира. Вот эта хозяюшка, когда она на высоком уровне, когда она не спит, когда она действует, она никогда не даст ни одному запасу пропасть. Понимаете, да? Задерживает натрий и регулирует количество жидкости в нашем организме. А вот сейчас информация на миллион долларов. Что значит много инсулина? Много инсулина, когда вы постоянно кушаете пищу, которая все время вам много сахара в крови делает. И смотрим. Нормальный гликемический индекс от 0 до 55. Вот если вы кушаете продукты углеводистые, у которых от 0 до 55, то ваш инсулин не подскакивает до заоблачных пределов. Хозяюшка ваша успевает отдыхать. Пока она уходит к себе в комнату, отдыхает, у вас сгорает жир, да? Который вы до этого запасли. Она же не видит, она отдыхает. У вас в ходе физнагрузки жирочек начинает гореть. Как только вы кушаете продукты, у которых гликемический индекс выше 55, ну, опять-таки, она выходит с ключами и начинает это все разносить по полкам. Эталон, это кусочек сахара, к примеру, да? У него гликемический индекс 100. Слышали о такой вообще, ну, о таком понятии? Если да, напишите в чат. Интересна ваша обратная связь. Смотрите, я вам вот здесь подкидываю табличку. Это буквально совсем вот выжимка, да? Чтобы вы понимали, как вообще это работает. Например, когда мы съели белый хлеб, батон, у него гликемический индекс 70. Вспоминайте, что у сахара он 100. Ну, то есть, как бы, батон недалеко-то и ушел. Инсулин выходит, хозяюшка занята делом, бока запасаются жиром, да? Туда же идет белый хлеб без глютена. Знаете, вот это маркетинговый ход? Безглютеновая выпечка. Так вот, смотрим с точки зрения гликемического индекса. 90. Ну, то есть, сахар 100, хлеб без глютена 90. Кто искренне считал, что черный хлеб безопаснее белого? Знаете, вот в ресторане или в кафе сидим, тебя официант спрашивает, вам черный хлебушек или белый? Ты такая думаешь, нет, ну как у меня белый? Я же с девушкой за фигурой слежу. Мне, пожалуйста, кусочек черного. У кого такое было, напишите мне в чат плюсик, плюсомите. Потому что у меня было. Я вот искренне считала до проработки и углубления в эту систему, что да, но он же черный хлеб. Ну, как бы зерно менее очищено, все отлично, все прекрасно. Так вот, давайте глянем. Ржаной хлеб, ну, как бы тот, который считается черным, у него гликемический индекс 65. Обращайте внимание. То есть от белого он не очень-то уж и далеко ушел. Я не говорю, что все хлебцы плохие. Огромное количество хлеба, которого можно кушать. Вот смотрим, да, хлеб из киноа, 50. Есть еще хлеб из пророщенных, таких прям зерен. Я его беру постоянно. У него 45 гликемический индекс. Пожалуйста, то есть просто вы не отказываетесь от хлеба. Вот был вопрос тоже у нас в чате. А можно ли кушать хлеб? Можно. Кушайте на здоровье. Просто смотрите, какой. Пользуйтесь таблицей и смотрите, какой это хлеб. Дрожжевой, бездрожжевой, ржаной и так далее. Крупы. Да, вот тут тоже очень интересно. Белый рис. Очень часто, кстати, в питании, да, там рис, рис, так далее, рис с рыбкой. Белый рис, 70. Ну вот рядышком стоит коричневый, нешлифованный, 50. Его уже можно, да, например. Дикий рис, 35 и так далее. То есть вы можете себе при правильном подходе, при правильном просто знании, что такое гликемический индекс, варьировать. Да хоть роллы делайте, понимаете, не вопрос. Просто знать из чего. Просто понимать, что вот многие думают, ну роллы, это же безопасно. Ну роллы, это белый рис. Возьми, сделай их из того же коричневого, да, или из булгура, например. И все будет прекрасно. А еще если знать, что там завернуть в них правильно, то пойдет процесс очень даже хороший. Очищение и восстановление. Смотрите, вот тут вот эта картинка очень классная есть. Мне она очень нравится. Она настолько показательная. Смотрим. Вот, например, мы проснулись. Вот первая точечка красная. Мы проснулись. И мы решили, что будем сейчас что-то кушать. Завтра. Давайте-ка мы что-то покушаем. Сейчас я буду вот тут вместе с нами рисовать. И мы съели с утреца, ну не знаю, конфетку. Пока завтрак готовили. А ну-ка напишите мне в чате в три единички, кто искренне думал или думает до сих пор, что если он утром быстренько съест кусочек тортика или съест там какую-то вафельку, ничего со мной не случится. Оно все сгорит. Напишите в чат три единички. Я про себя могу сказать, что у меня был такой опыт. Я искренне думала, что ну да, ну сгорит же до вечера. А я вам пока показываю, что происходит. Смотрите, вы утром решили быстренько конфетку съесть. Раз, что произошло? Вы получили в прямом смысле слова инсулиновый такой вот удар. То есть вы съели шоколадку, конфетку, тортик, не знаю, что-то быстренько съели, пока никто не видит. Но ваш организм-то видит это. Огромное количество глюкозы появилось в крови. Прям огромное. Потому что вы съели сахар. Сто процентов сахар. Вышел инсулин. Достал ключи. Ё-моё, столько богатства. Пропадать нельзя. И быстренько по всем, по всем, по всем запасам положить. Что происходит дальше? Инсулин уходит. И вместе с ним у вас резкое падение сахара в крови. Он же все разложил по полкам. И у вас происходит прям напрямую такой, смотрите, какие качели. Жух вас вниз отправила. Видите? И вы буквально через 30-40 минут, вот тут написано, да? 30 минут примерно. Вы настолько хотите что-то съесть. Причем почему-то, зараза такая, нам начинает хотеться что-то съесть немножечко не того. Почему-то нам хочется хлеба этого белого быстро с маслом, да? Почему-то нам хочется, не знаю, там, еще немножко той же печеньки, какой-то там творожок, сырок и так далее. Нас проносит мимо, вот под нашим желанием, нас проносит мимо полезной здоровой еды. Она нам даже не кажется такой вкусной, потому что мы находимся вот в этой яме. Мы себя на качелю подсадили наверх, а потом резко летим на ней со всей дури вниз. И мы опять начинаем что-то закидывать в топку, понимаете? И на этой качеле, сами того не замечая, люди катаются целый день. Вот целый день. Я вам могу сказать по опыту, что когда вы утром съедаете что-то сладкое, ту же кашу с сахаром, ту же печенюшку с чаем, вы к вечеру будете настолько сильно хотеть есть, потому что вы до сих пор катаетесь на этой качеле, вы ее раскачиваете и возвращаетесь, раскачиваете и возвращаетесь. Вот у тех, кто неправильно начинает день, у них неправильно заканчивается и вечер. И тут никуда не деться. Это огромный миф и огромная вообще такая яма, когда вы искренне думаете, что с утра съел сладкое, а вечером ничего не будет. Еще как аукнеза. А теперь мы с вами смотрим ситуацию номер два, когда вы уже девушка, которая прошла курс, например, баланс на шпиков. И вы понимаете, что лучше бы начать наш день с еды, с гликемическим индексом низким. От 0 до 55. Я вам подскажу, что это будет, с чего лучше начинать свой день. Вы съели эту еду. Да, сахар появится в вашей крови, видите, да? Но его не будет за облачное количество. Вы же съели еду от 0 до 55, ну, гликемический индекс. У вас сахар выделился, да? Инсулинового удара нет. Спокойно и медленно этот сахар начинает использоваться на вашу нынешнюю жизнедеятельность. То есть он не уходит в запасы. Хозяюшка не выбежала с ключами, да? И вы спокойно расходуете то, что вы съели. Казалось бы, легкое вы что-то там съели, да? Или, ну, вроде как, немного вроде как съели. Но при этом вам хватило на 2,5-3 часа спокойной жизнедеятельности. И вернулись вы не вот в эту яму, да? А вернулись вы в спокойное состояние такого, да? Ну, хочу еще покушать. Осознаю, что могу покушать вот это, а могу покушать вот это. Не в стрессе, не в яме, а в контроле. То есть не вами управляет, знаете, вот эта вот, да, расшатанная ситуация. А вы управляете. А когда вы управляете, ну, вы понимаете, да, что вы на коне. И вы можете контролировать, можете спокойно понимать, что и как. А ну-ка, напишите мне в чат, как часто у вас бывало такое, что перекусив сладеньким или мучным, ну, там что-то себе позволили, собрешили, буквально через 40 минут появляется зверский аппетит. Ну, прям вообще, прям и бутерброд зайдет с сыром, с маслом, и я просто очень сильно хочу есть, да. Или там, не знаю, перекусила сникерсом. Не сочните за рекламу, да. И через 40 минут очень хочется есть. Напишите в чат, что такие ситуации у вас бывали. Я просто это все проходила, поэтому прям вот так через себя пропускаю сейчас. А иногда бывает так удачно поешь, что 2-4 часа ты не голоден и тебе не тяжело. Не таскаешь в животе этот камень, да, тяжелый. Вот еще табличку вам с овощами хочу показать. Смотрите, картошечка, да, вообще прекрасная такая вещь. Если ее отварить, получится 70 гликемический индекс. А если ее еще и в пюре разбить, такая интересная вещь у гликемического индекса, когда, ну, способ приготовления, да, у вас разный. Когда вы, например, ее мало того, что обработаете, этот продукт термический, но вы его еще и там как-то еще приготовите к употреблению, да, как здесь вот картошку помяли, гликемический индекс еще возрастет. То есть сахар настолько быстро в вашу кровь зайдет, мгновенно, практически как будто вы, ну, сахарок съели. Поэтому интересная вещь, смотрите, морковка сырая, у нее гликемический индекс 35. Прекрасная вещь, ешь не хочу, все здорово. Как только вы морковку отварили, она превратилась в кусочек сахара. У нее 70 гликемический индекс, да. Свекла сырая 30. Как только мы ее отварили, 65 получилось. То есть у нас получается, что салат вот этот, да, винегрет. Многие считают, ну, я же винегрет поел. Хороший такой полезный салатик. Ну, это чистый сахар в прямом смысле слова. Тыква, да, например. Сырая тыква 25. Тыква отварная, запеченная. 75 получается. Представляете? То есть что это такое? Надо это знать, потому что многие искренне думают, что я ем тыкву, я ем свеклу, я ничего такого не позволяю себе, я даже не ем там сладкое. Почему? Почему я не могу сбросить вот эти еще там 2 килограмма? Я уже пошла спортом заниматься, я уже там как могу выкручиваю. Так вот оно, да, еще одна причина, к которой надо относиться с пониманием и к которой надо знать. И вот если вы ее правильно уберете, то вы как раз-таки можете сдвинуться с места, причем очень легко сдвинуться с места. Ну вот овощи, да, видно, что по пятнашечке, тут вообще все хорошо. Опять-таки повторюсь, это не полная таблица, это только вам примерно. Вот с фруктами. Тоже очень интересная вещь. Многие думают, что, например, виноград, вот ну нельзя виноград, и что? Или там фрукты по одной штучке в день. Знаете, такие диеты, когда только одно яблочко. Яблоко – это сахар. Сахар нельзя. И все. И девочки, бедные, себе во всех фруктах отказывают. Вот сегодня тоже в чате писали вопрос, как с фруктами, сколько их, когда и так далее. Если вы будете понимать, какой у того или иного фрукта гликемический индекс, вы уже можете знать, да, какой объем вы будете кушать. Ну понятно, что не ведро, да, этого винограда, потому что вы посадите себе поджелудочную железу, если будете есть только один виноград. Но нормальное такое количество, чтобы насладиться, можно есть. То есть вот виноград, да, 45, например. Яблоки – 35, нектарин – 35, свежий инжир – 35, груша, абрикосы. Смотрите, как интересно устроены арбуз и дыня. От них вообще никто не ожидал. Но у них гликемический индекс 70. И это значит, что даже маленький кусочек арбуза или микроскопический кусочек дыни вам подбрасывает инсулин сразу наверх. И вы через время раскачиваете себя на вот этих вот качелях. Надо знать. Просто нужно знать, какие использовать, какие не использовать продукты. Так, мне девчонки прислали меню. Я несколько штук их разобрала. Давайте посмотрим, что к чему. Так, Олечка, вот тут, да, интересные вещи. Я позволю себе, ну, уже скрины добавить. Так просто проще будет. Завтрак, да, ну, во-первых, мясное. Мясо на завтрак, скажу вам честно, белок на завтрак, не самое лучшее решение. Почему? Потому что это всё-таки тяжесть. И что мы будем тогда есть вечером? То есть мы как бы утром так вот загрузились мяском в разных своих предпочтениях, а потом нам тяжело. Лучше всё-таки утро начинать с каш, с углеводов, с правильных каш, которые нам дают хороший заряд надолго. Потому что опять-таки есть каши, которые просто подбрасывают инсулин наверх, и ты потом сметаешь всё подряд. Макароны, да, я вот тут вижу. Ну, вряд ли это макароны с нитким гликемическим индексом, поэтому они также тебя подсаживают на качели, и ты начинаешь на них качаться. Причём я вижу, как на них качаемся мы. У нас подключается кофе. Само собой как-то на него тянет уже, да, на это кофе. Хочется это кофе. Подключаются потом печеньки, да, вот тут какие-то моменты были, я видела. Конфеты, да, то есть, ну, ближе к послеобеденному, к вечернему промежутку. И получается, что мы на эти качели садимся, подключаем кофе, она нас ещё больше раскачивает, да. Где-то у нас опять-таки сахар, да, пошёл. И дальше, 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 дальше там оливьешечки и так далее. Я не говорю, что это всё в один день, да, но не совсем правильное начатое утро потом начинает нас подсаживать. Нам почему-то хочется именно кофе, не чай, а кофе. Нам почему-то хочется именно печеньку. Вот нам не подойдёт уже фрукт. Мы же уже раскачались, да, нам уже фрукт не подойдёт. И, ну, судя по тому, по вот этим всем моментам, да, опять-таки кофе, 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 кофе очень сильно повышает кортизол. Это гормон стресса. Когда мы в стрессе, у нас, во-первых, инсулин тут как тут, да, вышел. И поджелудочная работает на полную катушку. При загруженном питании, когда постоянно инсулин выбрасывается и выбрасывается, через время людям назначают глюкофаж, чтобы немножко успокоить поджелудочную. Ей тоже нужно отдыхать. Поэтому, вот, конкретно, да, в твоём рационе я бы проработала вопрос завтраков и проработала бы уход от сахара, замену на огромное количество сладостей, которые не забирают так наверх инсулин. И с глюкофажа тоже, я думаю, можно уйти, потому что, ну, это уже как, такое, знаете, скорая помощь, да. Так, Юлечка тут пишет. Утро, да, каша на молоке. Ну, я скажу так, молоко, которое коровье, взрослому человеку не всегда так уж нужно. И желательно его периодически заменять. Заменять на растительное молоко. Разницы во вкусе не будет, но организм вам скажет огромное спасибо. Дальше пошло кофе, печеньки, хлеб, да. Я так подозреваю, что в чай, который мы пьём, тоже кладём сахар. То есть тут за день есть несколько таких хороших толчков, которые опять нас сажают на качельки и раскачивают. Кофе мы на курсе заменяем. Сладости мы заменяем, мы продолжаем кушать сладкое, да. Те же хлеб, мы его заменяем на другой. И продолжаем питаться. То есть у нас по факту, я уже вам чуть позже покажу, есть всё. Но просто нужно знать, что, да. Кушать, что можно. Так, вот Римма, да, тоже бросала мне через WhatsApp. Утро, да, или в течение дня. Ну вот яичница и так далее, соседка, колбаска. Я бы всё-таки утром переключила на что-то, что даст энергию на кашки, да. Или на различные, там у нас есть интересные, те же блины, да, те же оладьи. У нас там много всего, не буду все как-то открывать. Но есть чем заменить утро. И тогда меньше будет желания прибегнуть к половиночке ложечки сахара. Вот даже половиночка ложечки сахара, она подбрасывает уже очень хорошо инфулин наверх. И потом мы начинаем тоже, да, Римма, с тобой кататься. Опять у нас кофе с молоком, с сахаром, пол-ложки, печеньки, опять пол-ложки, опять печеньки. И вот невозможно с этого соскочить, потому что не совсем правильно начали. Я на курсе буквально на первой неделе берусь очень плотно за завтраки. То есть мы начинаем с девочками, не всё сразу, потому что невозможно весь свой стиль питания взять, просто перекроить там. Мы берём только завтраки и начинаем с ними плотно работать практически 10 дней. И девочки замечают сами, как у них почему-то снижается зависимость от кофе. Хотя мы работали совсем над другим вопросом. Или почему-то начинают снижаться зависимость от тех же печеньев, да, например. Очень интересный момент, да. Вот привела вам примеры из прошлого потока, да. Ира там пишет кофе с молоком, пара конфет, да, это завтрак. Бутерброды, сыр, макароны, картошка. Ну, то есть опять вот пошло. И потом вечером, смотрите, да, качели раскачались с утра, и вечером всё, что найду в холодильнике. Вот так. И это очень у многих такая ситуация. То есть не совсем организованное начатое утро приносит такой потом вечер. И вроде бы, я вот смотрю, вроде девочки хотят писаться правильно. Они даже там какой-то салатик начинают есть в 7 вечера. Но качеля не остановилась, да. И она начинает их прям дальше и дальше и дальше. Так, вот Оля пишет, да, что от кофе большая зависимость. На самом деле зависимость от кофе снимается в среднем за 3 недели. Спокойно снимается, но она идёт напрямую в привязке к сахару. То есть сначала вообще весь этот клубочек надо раскручивать. Я вам могу сказать, что в любом случае надо будет что-то менять. То есть надо будет как-то по-другому выстраивать своё питание. Я не скажу, что вы будете есть тот же сахар, да. Вы будете пить тот же кофе и есть тот же тортик. И вдруг начнёте стройнить. Ну, мы с вами люди взрослые, понимаем. Когда мы начинаем раскручивать клубок сначала от сахара, уходя. И мы сразу с девочками буквально на первой неделе убираем продукты с высоким гликемическим индексом. У нас есть список такой, знаете, список стоп. На который всегда стоп. То есть есть ряд продуктов, которые мы проходим мимо весь курс. Автоматически получается, что начинают сниматься вот эти, вот знаете, второстепенные зависимости. Кофе, сыр. Есть девочки там ещё сало обожают. Ну, в общем, разные моменты. И они как-то привязывают. Вот ещё пример, да. Завтрак. Яичница. Гренки в яйце. Колбаса, сыр. Ну, тут, скорее всего, опять-таки хлеб светлый, я так подозреваю, да. Чай, печеньки, конфеты. И дальше идёт рис, картошка. Часто ем сладкое. Стараюсь контролировать. И только до обеда. Но всё равно процесс идёт. Всё равно мы, если не едим сладкое, мы что-то другое настанет на что-то с высоким гликемическим импульсом. В общем, примеров много. Из прошлого потока не буду сейчас уже, да, на примерах на этих останавливаться. Но принцип один и тот же. Вот очень много девчонок просто подсаживает себя автоматически на вот эту вот раскачку инсулиновую. Ещё раз повторюсь, что влияет на подъём инсулина в крови? Сахар. Вот просто обычный сахар. Причём белый, тростниковый, как ни странно. То есть, если сахар немножко серого цвета, это не значит, что это не сахар. Процесс добывания практически один и тот же и источник один и тот же. Алкоголь. Алкоголь – это тоже сахар. Хлеб, паста, очищенные злаки, например, манка, да, туда же идёт. Большое количество белка поднимает инсулин в крови, да. Глутамат натрия. То есть, мы ещё на курсе, ещё потом учимся с девочками быть грамотными, ну, читающими этикетки людьми. Потому что иногда надо разворачивать и смотреть, что нужно внутри. Кортизол. А это стресс или кофе? Умение перестать лишний раз нервничать – тоже очень интересный момент. У нас на курсе психолог работает, помогает с этими ситуациями справляться. И никотин. Что снижает инсулин в крови? Избавление от сахарной зависимости. Обязательно снижает. То есть, как только вы выходите, слазите с этой сахарной иглы, автоматически инсулин снижается. Интервальное питание. То есть, когда у вас нет такого, что сейчас вы 6 часов не поели, а потом вы 2 часа подряд едите, не вставая. Всё по интервалу. Жир плюс овощи. То есть, например, салат, залитый оливковым маслом, он снижает инсулин в крови. Калий, который в овощах находится. Ну и, конечно же, уход от разных вредных привычек. Да, многие могут сказать – ура! Всё просто! Кушай продукты с низким гликемическим индексом, и всё будет отлично! Всё! Спасибо, Эля! Я пошла! На самом деле, не всё. Тут есть несколько подводных камней. Во-первых, информация о подлинности гликемического индекса в разных источниках разная. Вы можете сами покопаться и посмотреть, что на одном сайте у фиников 130 почему-то гликемический индекс. На другом 110, на третьем 100 и чему верить. У нас так устроен интернет. Очень много там противоречивой информации. И один написал, другой скопировал, третьему передал. Надо знать. Мы же всё-таки питание с вами делаем, мы не в игрушки играемся. Если мы что-то перепутаем, система просто не сработает. Поэтому надо обращаться к серьёзным источникам. В моём случае я информацию для курса брала у иностранных медицинских изданий. Я собственноручно переводила их. И это надёжные источники, которым я доверяю уже не один год. Поэтому надо знать, откуда брать те таблицы, по которым вы будете действовать. Второй момент. Гликемический индекс у продукта, он меняется, смотря как мы приготовим продукт. И не зная, что с чем правильно сочетать, можно только навредить. Это тоже есть и от этого никуда не вверх. И важно пользоваться только проверенной и достоверной информацией. На моём курсе, о котором я сейчас немножко расскажу, эта информация именно такова. Но я думаю, по результатам, по отзывам уже видно. Итак, что же это за курс «Такой баланс на шпильках»? Во-первых, это курс, где 5 недель я ежедневно сопровождаю девушек. Мы ежедневно, в чате, на связи. Обязательные задания. Обязательно приходит к каждому заданию. Мы пополняем и нашу энергию женскую. Знаете, очень часто бывает, когда приходишь на какие-то курсы и нет сил. Ты вроде бы даже купил курс, а у тебя нет сил его пройти. Так вот здесь такого не будет. Здесь сразу придут задания, которые тебя взбодрят, которые дадут тебе улыбнуться, расставить плечи, полюбить себя, полюбить окружающих. Вот такие вот штуки женские. И сразу параллельно легко заходят задания, которые тебя нет. Мы знакомимся в неделю всего с двумя новыми блюдами. То есть темп абсолютно спокойный, который легко встраивается в жизнь. Нет такого, знаете, что каждый день тебе надо просто выкинуть все продукты в окно и брать какие-то корешки там у бабушки на заваленке через 3-9 дней. Нет. Спокойно. Потому что я прекрасно понимаю, что у нас семьи, у нас дети, у нас обязанности. Невозможно взять и резко махнуть шашкой. Поэтому мы спокойно идем, да, полное понимание по итогу курса, что в какое время суток лучше кушать, что с чем-то читать. И в чем еще плюс? Есть готовая книга рецептов, в которой более 50 рецептов. Все уже продумано за вас. То есть у меня девочки еще из первого потока не до конца все рецепты еще и прошли. То есть там так много информации, что мы прошли на курсе, отработали, да, сдали. Они сами потом еще там эту книгу использовали. И до сих пор пишут, что а я еще вот мороженое хочу сделать еще, пока не делаю. И такие вот интересные вещи. Вот хочу привести пример. Я быстренько сделала скрины, потому что мне недавно задали вопрос, а у вас там вообще нормальные блюда или мне корешки придется есть? Я говорю, нет, у нас блюда все нормальные, у нас есть и супы, и гарниры, и котлеты, у нас есть все. Ну то есть я человек, которому должно быть комфортно. Я знаю, что огромное количество людей, которым должно быть комфортно. И поэтому курс сделан так, что мы не переходим на какие-то там питания от космоса, да, подключаемся и все. Мы нормально кушаем хорошие, красивые, вкусные блюда. Просто мы знаем, как их собирать. Мы знаем, что там должно быть, да. Чтобы не быть голословной, я привожу пример. Смотрите, девчонки пишут моего потока. Рассказывайте, какие ассоциации. Вкусно, нежно, как в ресторане. То есть мало того, что девушки с вами приготовили, еще и понимают, насколько это классно получилось. И не сложно. Вот на втором слайде, да, мне понравились. Как по мне вкуснее, чем магазинные. Я осталась довольна своим кулинарным шедевром. Понимаете, насколько это интересно? Вообще у женщин так все интересно устроено. Мы когда сами что-то делаем, и внутренне понимаем, что мы этим еще оздоравливаем себя и свою семью, мы так заряжаемся, мы очень наполняемся. И кто в этом потоке не был, я имею в виду в этом женском, он в этот курс зайдя, это прочувствует. Так, про самочувствие. Да, вот девчонки пишут. Самочувствие на высшем уровне. Такая легкость. Интересно, что же будет дальше. Вот такое состояние у девчонок пять недель двигается. Понимаете? Кто хотел бы получить книгу готовых рецептов с учетом гликемического индекса? Поставьте три семерочки в чат. Можно писать в чат, если вы сейчас записи уже смотрите, да? В чат под этой видеозаписью. Вижу, идут семерочки. Отлично. Еще расскажу немножко о том, как же строится курс. В курс встроено всего одно ежедневное маленькое физупражнение. То есть я знаю, что очень много людей ненавидят физуху. Они не любят заниматься спортом. Ну, или им некогда. Или они нелепо, ну, они считают, что они не очень эстетично смотрятся и даже не будут начинать. Так вот, я понимаю, что когда мы стройнеем, а вы неизбежно в этом курсе начинаете стройнеть, мы не можем оставить ваш организм без мышц. А мышцы появляются только когда вы что-то делаете, да? Ну, упражнения какие-то. Но тем не менее я не хочу вас перегрузить этими упражнениями и большими тренировками. Поэтому в этом курсе буквально 3-5 минуточки, понимаете? То есть включила, чик-чик-чик-чик, сделала быстренько и дальше пошла. Вот в этом плане огромная гибкость в курсе. Причем есть интересные задания, есть танцевальные практики, есть различные практики из йоги, есть из фитнеса. В общем, много всего. Можно и повеселиться, и что-то интересненькое сделать. И такое внутреннее состояние, что я молодец. Смотрите, я раз дома включила, сделала и пошла дальше. Вот я скрины кинула, как девчонки в домашних условиях эти 5-ти минуточки выполняют. А там со временем вы уже сами решаете. Если вам встраивается, да? Но вы уже понимаете, что 5 минут вам мало, спокойно можно перейти на уже запись тренировок. Я их тоже даю. Пожалуйста, можно тренироваться хоть целый час в домашних условиях. Еще. Вам на курсе действительно можно все. И сладости, и торты, и выпечка, и шоколад. С моей помощью вы научитесь готовить действительно здоровую альтернативу вредным сладостям. Вот то, что сейчас я показываю, это не просто подобранные какие-либо картинки. Это действительно то, что на курсе мы готовим с девушками. И огромное количество из того, что на картинках сейчас, это то, что мы готовим лично с моим контролем. У меня нет такого, что я вам дала книгу и сказала, как хотите, так там. И разбирайтесь. Нет. Вы сдаете задания, да? Я их проверяю. Даю вам обратную связь. Что-то, если не получилось, получилось, корректирую. И на выходе у вас за 5 недель столько отработанной практики, что ты хочешь и не хочешь, ты делаешь дальше. То есть шоколад, торты, мороженое, блинчики, сырники, печенье, пудинги, различные сладости. Это все здесь действительно есть. Кто хотел бы научиться делать полезные сладости? Поставьте три двоечки в чат. Очень важна обратная связь. Опять-таки, кто по видеозаписи прямо сейчас вот под записью написали. Я буду обязательно проверять. Еще пока расскажу, как строится курс. В конце каждой недели для всех, кто вовремя сдает отчет, есть очень приятный, полезный видеобонус. Это такая мотивация, чтобы девочкам не хотелось, знаете, расслабиться, там, слиться. Каждая знает, что когда она все задания выполнит, она получит еще и подарочек. На курсе есть психолог. Я работаю в паре с психологом. И для того, чтобы справиться с вторичными такими разными выгодами, а у нас у девушек есть вторичные выгоды от того, чтобы быть полненькой, мы разные ситуации прорабатывали интересные. Есть ситуации, когда девушка, она вроде пришла на курс, она хочет постройнеть, а у нее есть, знаете, там где-то за плечами страх, что я постройнею, но мне же надо будет накупить новой одежды, а это, извините, почти 100 тысяч рублей. Где же я столько сейчас возьму? И все. То есть она вроде бы, знаете, как все делает, а этот страх вгоняет ее в стресс, и она не стреляет. С этим работает уже психолог. И это тоже огромный плюс. Мы не дадим шансов вам остаться в этом весе, в этих объемах, если вам тут некомфортно. Мы найдем причину, почему, и все равно сдвинем этот состав с места. Таких причин скрытых психологических очень много. Мне настолько интересно с ними срабатывать, это действительно огромный кайф. И когда в команде работает психолог, это очень профессионально делается. И мы с вами пройдем ближайшие праздники. То есть вот мы с девушками проходили Новый год, мы проходили там февраль, мартовские праздники. Они прекрасно выходят все, прекрасно есть, что положить себе на стол, сделать полстола для семьи, полстола для себя, ни в чем себя не ограничивать. Так кушать. Они едят шоколад, ты ешь шоколад. Они едят торты, ты ешь торты. Может быть, они захотят есть твой торт. Очень часто такое бывает. Девочки потом жалуются, говорят, я себе тут Рафаэлла накрутила, пришла домой, половины нет. Я мужу говорю, зачем? Ешь свой шоколад, он говорит, твой вкуснее. Понимаете? Вот так бывает. Так, вот хочу тоже скрины показать. Это скрины из чата о заданиях по эмоциям. Я еще раз повторюсь, девушки в курсе всегда в приподнятом таком настроении находятся. И вот на слайде слева пишут. Я сегодня как чувствовала, что будет такое задание? Одела короткое платье и пошла покорять мир. Ну, в смысле на работу. Прийдя на работу, получила комплимент, что мое правильное питание и спорт дается нахшибательные результаты. А вечером любимый неожиданно пригласил на свидание, и эмоции меня переполняли через край. Справа, да? А я, как скачу от удовольствия, я очень довольна. Утро началось с безумного позитива. Пришла на работу сияющая и даже платье одела. То есть, понимаете, да? Это просто то состояние, ты в этом курсе, еще раз хочу сравнить, не как в диету входишь и сидишь терпишь, когда же эти 10 дней сидения на этой гречке закончатся. Ты в этом курсе, вот в состоянии таком, знаете, приподнятом эмоциональном. Ты проходишь с ощущением, какая я молодец. Вот моя шоколадка. Какая я опять-таки молодец. Вот мои минус 2 сантиметра. Я опять молодец. Вот это вот состояние для женщины, оно очень важно. И у меня мурашки по коже от того, что мне удалось такой курс создать. И он настолько круто работает. Кто хотел бы жить полноценной жизнью, правильно и вкусно питаться, и при этом быть обновленной, построеневшей и сияющей, напишите 3 пятерочки мне в чат или в комментарии под этим видео. Пока пишите. Я вам просто хочу показать примеры. Вот Анна. Есть видеоотзыв на моем YouTube-канале. Живой человек. Знакомы мы с ней лично. И за 4 недели курса. Даже вот на фотографиях видно. Фотографировали они не очень профессионально, хоть у меня есть и объяснение, как это делать. Ну, когда фотографируют мужья, им-то все равно. Расстояние, вот эти вот углы соблюдать. Но даже здесь очень сильные видны изменения. Например, по спине очень сильно видны, что делись куда-то складочки на спине. По бедрам видно, по талии видно. Этого не скрыть. Это всего лишь за 4 недели курса. Еще раз повторюсь, это не сушка, это не стрессовое состояние, это питание в удовольствии. Минус 2 килограмма. Талия минус 3 сантиметра. Под грудью минус 3 сантиметра. Бедра минус 2. А дальше больше. То есть она продолжает так питаться. Мы скоро будем делать фотографии и замеры. И я вас уверяю, каждый месяц после курса, уже даже когда я не контролирую, это все продолжает. Вот еще, да, конкретно на фотографиях лучше всего видно. Именно первые две фотографии – это в процессе курса. Третья фотография – это еще месяц после курса. То есть суммарно девушка сбросила 5 килограмм. Суммарно ушло 6 сантиметров с талией, 4 сантиметра с бедер и 6 сантиметров с объемом ног. То есть левую и правую фотографию сравните, я думаю, что тут вообще вопросов нет. Причем, если вы на даты сейчас посмотрите, мы в курсе тут пережили Новый год. 10 дней сидения дома. 10 дней сидения дома с оливьешкой. Я думаю, что это дорогого стоит, да? И эта же девушка – вид сбоку. Тоже, чтобы вы видели, да, процесс, прогресс, результаты. Понятно, они же те же, только вид сбоку. Итак, в процессе курса, еще раз повторюсь, встроилась система антислив. То есть сливаться, ну, по крайней мере, сам курс, построение заданий вам не дают. Ну, понятно, что я не могу за вас делать задание, я не могу этого гарантировать, но эта система здесь есть. Ты точно дойдешь до конца, и тебе точно будет интересно. В конце курса самых активных участниц ждет очень приятный подарок. То есть у меня никто не уходит с курса без подарков. Кто хотел бы подстранить, еще и получить в конце курса дополнительный подарок? Напишите 3 единички в чат. Мало того, что тебя научат питаться здорово, энергию поднимут, так еще и подарок в конце дадут. Подарки у меня разные. Не буду раскрывать пока секретов. Какие именно? Ага, вижу. 3 единички вижу. Да, чат там продолжает работать. Итак, теперь конкретно говорю уже о курсе, потому что многие у меня спрашивали, что, как, сколько стоит и так далее. Курс я не делала бесплатно, по той причине, что бесплатно не ценится. Ну, просто не ценится. Вы берете и кладете в долгий этот ящик. Курс я не сделала сильно дорогим, пока он еще в процессе упаковки, 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 упаковки. С каждым новым потоком я что-то в него добавляю. То есть в вашем потоке уже есть обалденные видеорецепты. То есть не просто текст, не просто книга, а еще и при помощи видео вам показывается, что куда насыпать. Ну, это вообще круто очень. Итак, курс длится 5 недель. Каждый день сопровождения. Я несколько раз выхожу в чат и координирую, что и как. На данный момент у меня потоки продолжают быть направлены на составление кейсов и результатов. Вот этих фото, отзывов. То есть я собираю, собираю, собираю сейчас ваши отзывы. Цена условная, исходя из того, что совсем бесплатно не ценится. Курс 5 недель стоит 4000 рублей. Это стоимость участия в третьем потоке. Информация, которая там собрана, по предварительным подсчетам на 60 тысяч рублей. То есть книга, видео, психологическая поддержка, эмоциональная поддержка, энергетическая, тренировки. Ну, в общем, все перечислять. Мы примерно посчитали с, смотри, с психологом. У нас получилась сумма 60 тысяч рублей. Это вот если бы вы с диетологом, да, с кем-то один на один прорабатывали и так далее и тому подобное. Здесь в небольшой команде набирать я много людей сейчас не буду, потому что пока еще я веду его сама. Я планирую добрать не больше, чем 10 человек. Ну, то есть, соответственно, количество мест ограничено. Во вторник, да, у нас сбор группы. То есть те люди, которые вот это видео смотрят, они говорят, да, я хочу, мне это интересно. Мы замеряемся обязательно, что у нас сейчас мы имеем, да. Мы ставим правильные цели. И в среду мы стартуем. У нас уже будет первый день. Кто идет в курс, кто готов войти в лето, а оно не так-то уж далеко, действительно стройный, кто хочет знать и применять в действии вот эти все здоровые рецепты и больше не искать, вот тут внимание, не искать диет вообще никогда. То есть вы просто будете, ну, как бы не пройдете курс и вернетесь куда-то, а вы будете в этом стиле просто дальше жить. Это будет такой вот новый стиль жизни. И это огромный плюс. Вам не надо будет больше никуда скакать. Вот здесь вот я оставляю контакты свои, да, чтобы со мной можно было связаться. И либо под этим видео, да, можно написать мне, да, я хочу следующий поток курса, и я с вами свяжусь, кину ссылочку, чтобы вы добавились. На данный момент тогда у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что этот вебинар посмотрели и информацию для себя такую вот важную получили. Жду счастливчиков, которые зайдут на курс и будут уже следующими людьми, которыми мы запишем потом интервью. У нас будет фото до и после, и у которых действительно очень круто поменяется жизнь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Буду наш вебинарчик закрывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!